Мы с вами так много говорим о декоре стены, еще ни разу не обсуждали саму стеновую поверхность. Конечно, для всевозможных рам, подвесок и постеров идеальным фоном будет ровная однородная стена. Но если вы хотите сделать акцентной саму стену, сегодняшний сюжет для вас. Первым делом обратите свое внимание на разного рода оттиски. Например, вот такие треугольники. Вы можете отпечатать их в каком угодно порядке, составить из них орнамент или цепочку повторяющихся мотивов. Саму печать удобно делать из деревянной основы и мягкой ткани или поролона. Окунайте, промакивайте и отпечатывайте. Отпустите свою фантазию в полет. Как вариант, используйте коробочный картон. Вырежьте квадрат основы и наклейте на него картонную же форму оттиска. Вот такие мандарины, которые в свое время были и в моей столовой зоне, результат применения именно этой техники. Следующий вариант посложнее с использованием деревянных реек. Обработайте их срезы под углом 60 градусов и составьте подобие сот. Раскрасив их теплыми, желтым и оранжевым оттенками, вы создадите ощущение сладкого тепла и уюта пчелиного улья. Идем далее и не забываем прихватить с собой малярный скотч. С его помощью можно создать орнаменты любой сложности, не переживая за аккуратность окончательного результата. Чтобы добиться максимальной точности, воспользуйтесь картонным шаблоном. В конце концов, геометричные мотивы не сдают своих позиций уже который год. Вариант для смелых начертить их вручную. Здесь вам наверняка пригодятся уровень, транспортир, треугольник и немалая доля терпения. Соблюдайте максимальную точность расчетов и чертежей, и результат вас непременно порадует. А при сочетании двух техник, ручных линий и оттисках, вам удастся сотворить вот такой ненавязчивый филиал звездного неба прямо у себя в ванной комнате. Спальня станет уютнее и романтичнее, если вы распишите ее от руки отрывками своей любимой поэмы. Минималистичный каркас и пара ярких ламп в данном случае поставят свой восхищательный знак. Чтобы вдохнуть жизнь в гостиную комнату, достаточно сделать пару небрежных мазков неяркого цвета. Это придаст стене акцентности, но в то же время позволит ей остаться фоновой для разного рода арт-объектов. Еще одна техника, которую можно обыграть огромным количеством способов, это трафарет. Следите за тем, чтобы вырезанные участки соединялись между собой полосками картона или пластика, смотря какой из этих двух материалов вы предпочтете. А обводить трафарет или полностью заполнять его цветом решать вам. В обоих случаях результат будет впечатляющим. Самая простая, но в то же время требующая отменного вкуса техника – омбре. Главная задача – правильно подобрать между собой оттенки. Выбрав два конечных цвета, смешивайте их между собой в разных пропорциях и наносите на стену в определенном порядке. Здесь также есть где фантазии разгуляться. Переходы от одного оттенка к другому могут быть плавными, резными, четкими и геометричными, узорчатыми и совсем незаметными. Играйте с цветами, это очень весело.